Друзья мои, всем большой теплый салют, это я Романочна Максималка. Сегодня мы с вами будем говорить о Техно Камон 20 Pro, без всяких приставок 5G, премьеры, вот это вот все. Просто обычный классический Техно Камон 20 Pro. В данный момент на Озоне, в официальном магазине Техно, я сейчас вам покажу, вот он, пожалуйста, официальный магазин. Есть еще какой-то Техностор на Озоне, это не официальный магазин, вот он, единственный официал. Стоит в данный момент 16 326 рублей, что, как вы понимаете, максимально вкусное предложение. Даже в декабре он, по-моему, стоил около 17-18 тысяч рублей, вот сейчас расщедрились, за 16 тысяч рублей с небольшим отдают. Что мы с вами за эти бабки получаем? Давайте освежим в памяти. 64-мегапиксельную основную камеру, AMOLED, 6,7 дюйма, 120 Гц, 32-мегапикселя фронталка, Helio G99 процессор, хорошо нам знакомый, 5000 мАч батарейка, 33-ваттная якобы быстрая зарядка, 8 гигов оперативы, плюс 256 гигабайт накопитель. Накопитель, стереозвук еще стоит добавить, разумеется, здесь на базе есть еще у нас и NFC-шка. Ну и, конечно же, вот такой вот дизайн. Слушайте, дизайн это прям отдельная история технокамон 20 Pro, потому что, ну и 20 Pro 5G тоже, можно сказать, и Premiere, он действительно у них получился стильный. Офигенски он лежит в руке. Единственное, насколько я понимаю, что история весьма непрактичная. Вполне возможно, что через какое-то время с этой кожей может что-то происходить, какие-то катаклизмы. Но по факту, вот когда ты его берешь в руку, он офигенно классно сидит. Это, наверное, один из самых стилевых девайсов в пределах 20 тысяч рублей, вот прям точно. Что у нас по рамке? Она здесь пластиковая, разумеется, хорошо так ляпается. В комплекте есть сразу вот такой вот жесткий чехол, причем, кстати, реально жесткий. То есть вот я сейчас его, видите, он прям реально жесткий. Вы сюда облачаете, и в принципе он даже и в чехле достаточно неплохо, так премиальненько смотрится. Сканер отпечатка пальца в дисплее. Это благодать, это прям весьма хорошо, это меня радует. Достаточно тоненькие рамки. Амолед за эти деньги, это тоже прекрасная история. Ну и 120 Гц, которые отрабатывают как надо. Яркость в данный момент выкручена на максимум. Я не могу сказать, что мне прям здесь за глаза хватает этой яркости. Нет, определенно это будет уступать некоторым девайсам, может быть даже и за 20 тысяч рублей. Но в целом, в принципе, яркости на телефоне хватает. Картинка, опять же, для этого ценового сегмента 16 тысяч рублей. Она здесь на уровне, она здесь достойная. Приятные цвета, вопросов как таковых к этому дисплею нет. Но и самое главное, что вы видите, что минимальное количество шима, если вы за это переживали. 120 Гц на базе, работают классно. Можно, кстати, даже поставить адаптивку. И причем принудительные 90 Гц есть и 60. Работает максимально быстро, плавно, шустро. Я не знаю, ну даже вот элементарные возьмем какие-нибудь соцсети, все листается. Короче, здесь у меня вопросов нет. Железо. Начнем с накопителей. Здесь стоит UFS K2.2. Скорость чтения 994. Скорость записи 811, что весьма-весьма неплохо. Понятное дело, что UFS 3.2 здесь бы не поставили. Но оно ему и не надо. Офигенно быстро работает. Здесь вопросов никаких нет. Касаемо самого Helio G99, то вот, собственно говоря, такие мы с вами расклады наблюдаем. По CPU у меня вопросов нет. По GPU тоже вопросов нет. Ну и нагрев здесь весьма небольшой. В какие игры можно будет поиграть на этом телефоне? Да в целом, блин, ну все, которые я вам показывал, целый 2023 год. У нас столько было количества телефонов на Helio G99, что я просто устал показать. PUBG New State спокойно здесь пойдет. Всевозможные World War Heroes, Call of Duty, Stand of 2 тоже нормально пойдет. В Genshin можно будет на низких настройках даже поставить 60 FPS и что-то более-менее у вас там будет какое-то время. Плавно. Короче, Helio G99 для этого ценового сегмента он еще на самом деле ого-го. Да, сейчас появляется еще такой проц, как, по-моему, Dimensity 6080, да, который в новых Redmi появился Note 13 серии. Хотелось бы на него посмотреть. Я еще пока до него не добрался. Посмотрим. Посмотрим. Но Helio G99 пока до 20 тысяч рублей еще на коне. Да, мы от него все устали. Но, извините, этот телефон все-таки еще 2023 года, когда этот проц был, ну, прям вот с диким таким стояком. Что еще? По поводу звука, стереодинамики, все на самом деле здесь нормально, для этого ценового сегмента пойдет. Очень часто здесь встречаются какие-нибудь Realme 11, у которых вообще моно идет. Здесь стерео, понятное дело, что справа больше преобладает, слева меньше преобладает звука. Но, в целом, даже и басец есть. Хотелось бы чуть больше громкости. Здесь, как бы, не поспоришь. Хотелось бы, наверное, чуть посочнее звук. Но, с другой стороны, опять же, мы все-таки с вами сейчас рассматриваем девайс за 16 тысяч рублей. Если, как говорится, дико повезло. По поводу камеры. Здесь у нас ничего особенного нет. Я вам сразу скажу, что кто вам говорит про то, что Techno Common 20 Pro, это прям вот, типа, чуть ли не фото девайс в пределах 20 тысяч рублей. В целом, в пределах 20-ки тяжело что-то по фотографиям найти по камере достойное. Но, вот, мне кажется, что Realme 11 какой-нибудь, у которого херовенько со звуком, у которого всего лишь 90 Гц в плане дисплея, но в плане камеры он себя чувствует лучше. Блин, у меня такое ощущение сложилось. То ли алгоритмы так работают, то ли еще что-то. А Techno Common 20 Pro, он вроде бы и неплохо фотографирует. Я бы даже сказал, местами прям вау. Но, при этом, есть и те моменты, когда ты смотришь, что все-таки, ну, видно, да, что ценовой сегмент, как говорится, здесь не обманешь. Поэтому, в плане камеры, если вам нужен хороший девайс, вы его можете рассмотреть. Но, еще в голове держите, Realme 11, мне показалось, что он картинку выдает чуть-чуть поинтереснее. Ну, и, разумеется, в плане видосов, здесь, на самом деле, мне вам и посоветовать особо нечего. Да, есть Full HD 60 FPS, это максимально отрадно. В Realme 11 такого нет, и это, конечно, прям вообще дикий камень в их огород. Но, при этом, ну, это только статика, вот, чтобы вы понимали. Да, это хорошо, что есть 60 FPS, но маломальской электронной стабилизации, разумеется, здесь нет. И это только просто дичайшая статика на постоянной основе. И, еще стоит не забывать, в плане телефонов Realme, что касается их камеры, что, к сожалению, они очень-очень порой работают странновато с экспозицией. Часто высвечивают картинку на авто, так скажем, режиме, в режиме искусственного интеллекта, в режиме автоопределения HDR, поэтому иногда стоит работать ручками. То есть, вот так вот зафиксировался, и чуть-чуть все это дело снижаешься. Фронталка здесь расположилась на 32 Мп, что, как говорится, весьма неплохо и недурно. И я бы сказал, что прекрасно для этого ценного сегмента, ничего подобного у других нет. И за фронталку, наверное, здесь можно поставить плюсец. Слушайте, действительно, фронталка, она здесь неплохая. Хотя по цветам хотелось бы, чтобы была картинка чуть поинтереснее, понасыщеннее. Здесь, по-моему... А, нет, искусственный интеллект работает. Да, все хорошо, но все равно, в любом случае, как будто вот немножечко он не дотягивает. Не обольщайтесь насчет 32 Мп, но в любом случае это будет точно не уступать конкурентам, а, скорее всего, их и переигрывать. Особенно всех возможных Xiaomi-шек, которые, как бы, и в жизни даже телефоны за 30-ку обычно не ставят нормальные фронталки. Вот, у всех там 16 Мп, а здесь 32. Да, Мп не решает, но при этом картинка у TecnoCommon 20 Pro достаточно не дурная. Что касается автономности. Здесь, на самом деле, ничего нет нового. Где-то плюс-минус нужно ориентироваться на 7-8 часов экранного времени. Это вот прям реально его показатель. Теперь давайте вплотную о конкурентах. Первый, это, наверное, Poco X5. Вот видите, тоже на 256 ГБ, не на 128, на 256 ГБ. Заказывать его нужно будет, разумеется, с Ozone Global. То есть, нужно будет подождать. Все дело будет ехать из Китая. Но, в любом случае, зато вы получаете хорошую цену. Здесь у нас Snap 695. В принципе, не сильно ушедший далеко от Helio G99. Но, в целом, это, как бы, немножко другой девайс. По камере он будет, мне кажется, что по фотографиям чуть-чуть поинтереснее. Зарядка у него будет побольше. И, наверное, в целом, глобально вот все, наверное, из такого прям отличия. Но многие любят, да, Poco, Xiaomi. Вот предлагаю альтернативы и в ту сторону посмотреть. Также появился еще вот такой вот, так скажем, антагонист от Tecno. Свежий, 2024 года. Tecno Spark 20 Pro. Здесь у нас тоже стоит Helio G99. Здесь у нас тоже 33-х ваттная быстрая зарядка. 5000 мАч батарейка. Вот так вот примерно выглядит. В целом, очень напоминает базу Camono 20 Pro. Следующий девайс на замену. Конкурент Oppo A78. Слушайте, тоже интересная мобила. Все-таки бренд уже прям, да, такой, ну, максимально хорошо, плотно стоящий на ногах Oppo. Здесь у нас цена, ну, по крайней мере, за эту версию. То есть, если мы черный будем рассматривать, он будет дешевле. Но если вот берем вот прям в таком же цвете, да, в симпатичном, так скажем, 19,5 тысяч рублей. Здесь, правда, уже идет 128 гигабайт накопитель. 8 гигов оперативы. Прот здесь идет Snap 680. Звезд с неба точно не хватает. Это точно не лучшая история, чем Helio G99. Но в любом случае, так скажем, он недалеко ушел от Helio G99. Дисплей здесь чуть покомпактнее. 6,43 дюйма. Тоже амалетка. Но, к сожалению, 120 Гц. Нет, тоже, опять же, какой конкурент, да. Камера основная на 50 мегапикселей. Обещают электронную стабилизацию. Кстати, очень интересно, как она работает. Ну и, наконец-таки, батарейка 5000 мАч. И основной материал корпуса пластик и стекло. То есть, вот опять же, видите, да, вроде бы конкурент в целом, да. Но при этом, когда мы начинаем вгрызаться в детали, конечно, не хватает ему, чтобы прям конкретную конкуренцию составить. Ну и, наконец-таки, Realme X11. В данный момент, кстати, стоит 17700 на Озоне. Официальный магазин Realme все это дело продает. Здесь у нас 128 гигабайт накопитель. Если берем 256, то уже нужно будет отдавать 19 тысяч рублей с небольшим. Здесь у нас, в принципе, как я вам сказал уже ранее, 90 Гц, что как бы уже неплохо так отличается. Здесь у нас 120, здесь 90. Здесь у нас камера. К сожалению, видео пишет максимально Full HD 30 fps, что тоже нужно брать во внимание, как ни крути. Ну и монозвук, к сожалению, у Realme. То есть, поэтому, опять же, вот сказать, что прям полноценную он может конкуренцию составить по всем параметрам, нифига такое не скажешь. Но при этом, где-то локально, в некоторых моментах может быть реально лучше. Что мы с вами имеем в итоге? Из откровенных минусов, это, наверное, стабилизация в видео и странная работа экспозиции. Ну, то есть, если проще говоря, там, простым языком, это высветление картинки. Порой, если вы будете фотографировать на открытом солнце, там, или просто вообще яркий, хороший, солнечный день, у вас может быть получаться яркая картинка, неприятные, испорченные фотографии. Нужно пальчиками всю эту историю подкручивать. Наверное, в целом, из прям тех моментов, которые докопаться, ну, все. Ну, и, наверное, еще чуть-чуть можно воткнуть за вибромоторчик. Здесь прям вот такая откровенная, оголтелая жужжалка. Обновления, кстати, сюда прилетают. Кто говорит, что на техно нет обновлений, вот это все прилетают сюда обновления. Да, возможно, не так оперативно, как на Samsung какой-нибудь, может, не так оперативно, как, что еще дико обновляется, Villa, например, какой-нибудь. Но при этом обнову сюда прилетает, и не надо говорить, что у техно нет обновлений. Вот у Infinix, кстати, чуть пореже обновление, у техно все-таки история почаще за 2023 год, я это понял. К плюсам можно отнести дизайн. Слушайте, вообще нетривиальный, симпатичный, ничего подобного в этом самом сегменте я не встречал. Ну, или встречал очень крайне редко. Это один из топовых дизайнов за эти деньги. Цена, разумеется, 16 тысяч рублей, это очень хорошее приложение. Камера, достаточно на хорошем, должном уровне. По цветам мне понравилось, как эта история работает. Достаточно неплохо он себя даже ведет при недостатке освещения. Стереозвук, в конце концов, есть. Амалетка стоит. 256 гигабайт накопитель вам здесь накидывают. 120 герц здесь на борту. 8 гигов оперативы. Опять же, да? Ну, то есть, казалось бы, что здесь есть все, что нужно в данный момент рядовому пользователю, который вот себе собрался купить девайс в пределах 16-17 тысяч рублей. Единственный момент, что дождитесь, ну, в смысле, точнее, не дождитесь, а загляните на основной канал и посмотрите обзор на техно Spark 20 Pro, новинку 2024 года, которая ко мне приехала, и в скором времени видос должен выйти. Ну, или, может быть, когда вы смотрите это видео, он уже вышел. Тоже интересный девайс и чем-то похожий. Может быть, у него там какие-то есть такие изюминки, изюминки, за которые можно будет зацепиться и все-таки в его сторону посмотреть, потому что по дизайну он тоже весьма-весьма выглядит бодро. Владельцы техно Камон 20 Pro, пишите в комментариях вообще, как вам девайс. Я знаю, что многие в декабре его скупали, прям на Новый год, подарки вот это вот пачками. Дайте знать, может быть, какие-то моменты всплыли, нюансы. Я просто им пользовался достаточно недолго, но ничего плохого за это время, то, что, кроме того, что я перечислил, больше сказать не могу. Подписывайтесь на этот канал, Романочная Максималка, ну и ставьте на колокольчик, чтобы следующие видосы не проскочили мимо вас. На этом сегодня и все. Все, давайте, красавцы. Пока.